В Черкесии прошел второй этап квалификационного экзамена усоискателей, проводящих экскурсии по Карачаево-Черкесии. Уровень их подготовки оценивала экспертная комиссия, в составе которой были представители исполнительной власти, образовательных и общественных организаций. Подробности у Алибаташева. Большинство гостей приезжают в Карачаево-Черкесию с однодневным визитом. И в зависимости от того, как гид проведет экскурсию, такое сложится представление о нашей республике, ее народах и культуре, считает член экспертной комиссии Шамиль Хубиев. Критерии оценки следующие. На сегодняшний день экскурсоводов очень много требуется. Во-первых, они должны обладать грамотной речью, хорошей дикцией, чувством юмора, артистизмом, коммуникабельностью, так как им представлены на этот день люди. А люди же попадаются, они разного направления. Это могут быть от ученых, заканчивая водителями городских транспортов и так далее. И поэтому речь, информацию, которую они должны подавать, она должна быть четкой. Неизменный спутник Николая Платкина во всех поездках – портфель экскурсовода. В нем репродукции древних фресок храма Фоланского городища, фотографии звездного неба и неповторимых красот природы Карачаева-Черкесии. Есть образцы полезных ископаемых. Особый интерес представляют украшения и артефакты четырехтысячелетней давности, которые по закону гид может взять в музей на прокат, чтобы рассказ был достоверным и опирался исключительно на факты. Николай проводит экскурсии с 1965 года. В этом году ему исполнится 80. Я практически уже знаю потребности экскурсантов как того уровня, который мы называли советским временем, так и сегодняшний, нынешний. Они интересуются не только рассказами и просто фантазией. Допустим, все с удовольствием посмотрят советский альбом «Адамбай». Или, допустим, посмотрят все мои снимки, которые касаются всех замечательных мест. Мы привыкли говорить в Швейцарии и Карачаево-Черкесии. Мне кажется, наоборот, надо поменять местами эти слова, потому как здесь водопады, озера, все замечательные места. По действующему законодательству для осуществления экскурсионных услуг необходим аттестат экскурсовода или гида. После прохождения аттестации экскурсоводы получают аттестат, который утвержден Министерством туризма и короток Карачаево-Черкесской республики. Это будет в формате, также будет формат нагрудного бейджа с фотографией со всеми данными экскурсовода, чтобы турист мог видеть квалифицированного именно экскурсовода и уже обращаться к нему. Квалификационный экзамен сдавали семь заявителей. Все они прошли испытания успешно. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия.